всем привет так лезешь шкаф и находишь там новые одежки чем такая теплая рубая х под низом сумка которая забыла сюда поместился телефон и нашла вот такие вот обалденные симпатичные джинсы они с карманами они все тянутся такие комфортные и здесь очень классные замочки вот здесь вот и здесь по моему два замочка очень стильные брючки но если бы я была без этой куртки можно было бы вот эту вот футболку эта футболка с длинным рукавом засунуть за пояс ну пока что так сойдет в общем я сейчас хочу прокатиться с бусиком на машине не знаю пока еще куда или здесь недалеко или может быть куда-то где магазины у нас сегодня очень тепло было 16 градусов даже темнеет все равно еще рано вот все замочки сзади ведь какие не застегнуты она бусину отойди же ты вот так что не хочу застегивать даже мне кажется так интереснее что ты не знаю мне какой-то страх есть вот мне соседка здесь сказала что бегала опять собака без привязи большая собака и мне как пройти вот эти вот улицы каждый раз я получаю стресс я так хожу оглядываясь потому что у меня бусик провокатор и как видит большую собаку сегодня муж с ним гулял опять он не слушается бросается на машины говорит еле удержал и сегодня или вчера это было по моему я об этом еще не рассказывал сегодня до сегодня потому что я сонная встала еще кофе не пила и как раз муж только с ним вернулся по моему сегодня это было и говорит что женщина его объехала бусик кинулся на машину и женщина остановилась говорит или лапу ему не повредила вы представляете чёрт ненормальный меня он хоть немного слушается а мужа вообще да гуси ну мы сейчас вот сядем машинку и с другой стороны машину тоже нужно выгуливать потому что сядет аккумулятор мне в магазины в принципе не нужно вот у меня есть еще подарочная карточка маршалс есть магазины здесь такие тиджи макс и бусину подожди немножко и home deep по моему называется да подарочная карточка еще со дня рождения на 150 долларов и я честно говоря даже не знаю что купить тряпки как бы да можно себя побаловать но хотя бы выносить то что есть в шкафу это во первых во вторых что-то если в дом купить тоже не хочется его захламлять и как-то и жалко какие-то коврики не знаю вазочки посуду покупать на свою подарочную карту это тоже мне кажется не камильфу правда он интервью путина у всех на устах слушайте такой прям цирк не устану повторять это слово прорыв в информационном поле путин победил путина будут разбирать на цитаты я представляю сидит такой американский фермер включает разрекламированное интервью с путиным и слушает лекцию историческую на 30 минут понимаете карсон задает путину вопрос вот 24 февраля вы вышли к людям и что вы им сказали и путин говорит подожди на минуточку на минуточку я хочу высказаться минуточка затягивается на 30 минут такер карсон сидит офигевший представляете какое-то неуважение к журналисту если тебе задали вопрос да а ты все равно гнешь свою линию и пытаясь что-то доказать вот как произошла русь откуда появилась украина и почему путин имеет в результате сегодня участвовать в том числе в этой войне вот путин не видел что там на украине происходят какие-то процессы да если уже говорить о национализации он не видел он ручкался с порошенко с этими всеми кто устроил как говорит путин переворот в украине он с ними ручкался а потом решил да молчать уже нельзя мы не допустим украину в нато нато обступила у нас у нас уже всех мы украину не допустим проснулись до проснулись оказывается донецку восемь лет бомбили понимаете а путин не видел этого короче это все бред я вообще никому не верю никаким политикам я просто это все смотрю знаете и думаю когда блин в этот все это все закончите хватит уже пиздеть надо что-то делать сворачивайте оружие морды на цитаты будут разбирать путина а если уж карсон хотел обратиться к своим так сказать американцам до коллекторату трампа так надо было что-то делать или прерывать путина кому нахер в америке нужна эта лекция на 30 минут как появилась русь ну вы представляете американцы не сильны в этом им это не интересно им интересно куда идут их налоги почему налоги такие высокие когда закончится война и когда будет порядок в их стране история руси украины и мне интересно но путин решил значит 30 минут эфирного времени он нагло украл а потом уже знаете вот так вот там же была такая реклама и человек включает телевизор там или что трансляцию и боится пропустить каждое слово это важно это важно то он слушает пять минут десять минут пятнадцать потом думает пошло ну нахер я что ради этого ждал это распиаренное интервью чтобы выслушать лекцию на на историческую тему я вообще не понимаю я думаю такое мнение у многих просто там знаете боты понабегали все и хвалит хвалит идите вот к тем кто вас услышит у меня культа личности нет и вообще ни к кому в принципе просто смешно было за этим наблюдать еще раз повторюсь то есть американский народ не услышал им это не интересно было так вот это только для того чтобы отмазать себя что я имею право участвовать в этой войне и отправлять бомбы в украину вот восемь лет я не видел я терпел терпел восемь лет бомбили донбасс а сейчас вот да вот ну меня к стенке прижали у меня другого выхода не оставалось я в своих национальных национальных интересах действую да кто там золото вывозил из россии тоже национальных интересах я как ее набиулина или мизулина для меня не все на одно лицо брехливые лживые пойдем буси причем все подряд кроссовочки фила под сумочку кто меня тянет за язык да ну вот хочется высказаться примете я не про него я я вы понимаете у меня мозгах не не укладывается что вообще происходит какой-то цирк цирк на кого он рассчитан я я не могу понять